Предупрежден, значит вооружен. Именно по такому принципу раз в год в Белореченском отделе МВД проводятся пожарно-тактические учения. О том, как полиция горела, на этот раз узнаете из рубрики по оперативным сводкам. В 9.34 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в Белореченском отделе МВД. По команде дежурного сотрудники части сели в автомобили и выехали на вызов. Всего в здании полиции в тот момент находились около ста человек. По сирене началась срочная эвакуация людей, а также важных служебных документов. В это время к отделу уже подъезжали огнеборцы, бригада профессионального аварийно-спасательного отряда и скорая помощь. Так стартовало очередное плановое пожарно-тактическое занятие, которые совместно проводят 27-я пожарная часть и отдел полиции. Цель – отточить действия сотрудников обеих служб в случае возникновения чрезвычайной ситуации. По предварительной информации, что в кабинете номер 216 находится условный пострадавший. Звено газодымозащитной службы ПЧ-27 произвело включение в дыхательные аппараты, провело разведку пожара и обнаружило в кабинете номер 216 условного пострадавшего. Пожарные эвакуировали мужчину из здания и передали врачам скорой для оказания ему необходимой помощи. Тем временем огнеборцы уже локализовали и ликвидировали мнимое возгорание. Зарево 27 РТП, отбой тренировки, как понял? Вас понял, отбой тренировки. По итогам учений все службы сработали на оценку «хорошо». Эвакуация личного состава полиции также была проведена в минимальные сроки. Как правило, в таком здании обычно имеется несколько эвакуационных выходов. И это не составляет большого времени. Нормативное время здесь дается очень маленькое на эвакуацию из таких зданий. Тем более, это сотрудники, они должны понимать, что пожар это не просто так. И с ним шутить нельзя.